Всем здравствуйте! Сегодня покажу, как я делаю розочку. Розочка может быть маленькой, может быть большой. Это все зависит от того, конкретно для чего вы эту розочку делаете. Мои розочки делаются на шляпу. Использовать можно любой материал. Атласная лента. Но обратите внимание, что лента должна быть не мягкая, а твердая. Или бывают ленты, у которых по краям вот этот тканик более жесткий, чем сама лента. У меня есть вот такая лента, она двухсторонняя. Тоже видите, обратите внимание, тут идет тканик. Тут проволоки нету никакой, но сам по себе тканик потом форму будет держать. Еще можно использовать ткань. Вот у меня ткань. Я ее не режу, я ее рву. Вот из этой вот ткани, например, это я не знаю, что это за ткань, это органза или как она называется, я точно не знаю. Вот сделана вот эта вот розочка. Она очень легенькая, мягенькая. И даже за счет того, что вот эти вот края вот неровные, пушистенькие такие, она выглядит более натуральная. Вот, например, вот эта роза сделана из двух видов лент. Вот такой вот ленты двухсторонней, вот она в серединке. И по краям пущена вот эта вот лента атласная. Можно еще делать розы для летних шляп, например. Я делаю из ткани типа вот как капроновые бантики. Шторы есть такие. И очень хорошие тоже так же отрываете, так же получается вот такой вот рваный край. Он даже немножечко, этот край немножечко вот так вот стянут за счет того, что от напряжения ткани она немножечко стянулась. Даже лучше будет смотреться. Тоже очень хорошо бантики, эти розочки смотрятся. Но вот хочу вам показать, например, вот это я не знаю, это тоже какая-то синтетика. Вот, например, из такой, из мягкой ткани, которая вот совершенно форму не держит, из нее роза не получится. Ну, в смысле, роза-то из нее получится, но она абсолютно не будет держать форму. Я сейчас вот примерно вам покажу. Сейчас быстренько. Чтобы вы увидели, какая причина. Надо, чтобы ткань была хотя бы немножечко жестковатая. Чтобы форма вот этих вот лепестков, она не падала потом вниз. К земле. А все-таки держала свою форму. Вот, к примеру. Ну, это она все должно быть сшиваться. Вот, вроде розочка, вроде красиво. Но когда вот ее вот так вот опустишь, она получается, она вся вот так вот опадает. И со временем уже будет некрасиво смотреться. Ну, это будет завявшая роза, получается. Ну, давайте, приступим. Чтобы лучше было и понятнее видно, как оно получается, я взяла вот такую двустороннюю ленту. Вот, с одной стороны она синяя, с другой стороны она черная. Вот, и будем пробовать сейчас так делать розу. Ну, начнем с черной стороны. Делаем один раз уголок, еще раз уголок, и оно у нас тут получается вот под прямым углом. Теперь я вот здесь вот загибаю, чтобы у нас основание потоньше было. Ну, в принципе, можно и не загибать, можно потом это сделать. Потом вот так вот под прямым углом, вот тут вот, вот и вот. Теперь я стараюсь вот эту вот серединку, вот сюда вот положить, налево тоже. закручиваю, закручиваю, вот у меня серединка получилась. Беру ниточку с иголочкой и закрепляю это все у основания. Вот этот вот хвостик нам не нужен, мы его, в принципе, можем сразу же и отрезать. Вот, посмотрите, видите у нас, что получилось? Теперь можно, опять же, под прямым углом. Вот эти вот углы прямой или непрямой, или, например, более такой острый угол. Это все зависит от того, насколько вы хотите сделать бутон закрытый или открытый. Это уже опыт будет, это уже как вы посмотрите, как это делается. Вот сейчас, в принципе, можно это сделать опять под прямым углом. Разок вот так вот повернуть. Вот я положила, вот видите, у меня что получилось. Теперь я вот, вот этот вот сгиб, где вот идет у меня одна сторона и другая сторона ленты, я сначала его закрепляю. Один раз, второй раз. Потом опять то, что у нас по кругу закрутилось. Буквально 5-6 стежков, не больше. Все, закрепилось. Так, теперь я смотрю, ага. Можно еще пока закрытым сделать. Опять под прямым углом. Нет, тут уже у меня не прямой угол. Тут он у меня уже более такой остренький пошел. Вот я сделала. И опять я этот цветочек ложу. Так, тут мне натягиваю немножечко. Вот у меня одна сторона и другая сторона. Вот у меня одна синяя, одна черная. Я опять ее закрепляю. Раз. Я пришиваю не только эту и эту сторону. Я как бы еще и пришиваю к тем первоначальным сторонам, которые я уже пришивала. Так, ну и теперь по кругу. Вот он у меня уже бутончик. Теперь потихонечку можно эту розочку раскрывать. Вот я опять подгибаю. Хочу обратить внимание. Не обязательно это все будет у вас вот здесь, у этого основания. У вас будет маленечко меняться угол. И поэтому вот это вот основание, оно будет у вас, вернее основание останется. А сама вот эта лента, она у вас будет выше и выше и выше подниматься. Так. Вот согнула я. Пальчиками придавила. Так, смотрю. Сейчас надо наблюдать, чтобы не получилось так, что с одного боку будет, например, у нас более-менее закрытый бутон, а с другого боку он у нас будет раскрываться. Будем стараться делать вот это вот натяжение этой ленты одинаково. Так. Вот опять. Одна, вторая. Вот тут у нас уголочек. Вот у нас уже уголочек не вот тут, у основания идет, а уже немножечко выше поднялся. Вот тут все поближе подвину. Один, два. Кому как удобно. Можете прям сквозь каждый раз вот это вот прошивать. Можете только буквально два слоя закрепить. Два, три. Достаточно. Так. Вот тут у меня уголок, тут уголок, тут уголок. Надо теперь, чтобы вот следующие листики у нас шли вот тут. Вот теперь должен у нас быть уголок. Вот тут должен быть уголок. И вот тут должен быть уголок. Значит, вот здесь будем стараться делать уголок. Иногда бывает так, что не выходят эти уголки. Они бывают прям треугольные розочки получаются. Вот, посмотрите, видите, я вот сейчас вот сгинаю. И я стараюсь, чтобы вот тут у нас, где у нас было прямо, чтобы здесь теперь у нас был уголок. Один. Два. Теперь надо, чтобы вот тут у нас прямо, теперь стараемся, чтобы следующий лепесточек у нас вот тут шел уголком. Видите, у меня потихонечку поднимается, у меня потихонечку раскрывается, как бы бутончик. И поэтому у меня лента все больше и больше раскрывается, угол меняется. Раз. Два. Так. вообще с первого раза очень тяжело сделать розочку такой какой надо даже бывает я делаю вроде и лента одинаковая одна розочка одной формы получается более круглая другая розочка более острая тут уже как говорится опыт и везение где-то бывает неправильно заложил здесь и все и уже форма меняется так теперь надо стараться здесь уголок сделать но не обязательно он у меня сейчас выйдет посмотрите видите у меня уголок не выходит у меня вот тут уголок выходит и тут уголок выходит если я сильнее натяну чтобы получился уголок тогда у меня розочка будет немножечко вот тут перетянутая значит мы сильно будем делать не будем сильно натягивать немножечко только натянем прямо совсем сильно в не будем натягивать чуть-чуть совсем заложили повернули у меня тут прямо прям сильно поднялось опять прикрепляем эту сторону эту и предыдущему слою 1 2 и вот то что у нас сейчас завернулась на это тоже сейчас прошьем почему я так мало закрепляю принципе розочкой вы же пользоваться не будете там я туда-сюда тягать она у вас будет где-то пришита и поэтому она у вас не рассыпется вот опять посмотрите тоже видите у меня прямо и опять прямо идет прям вот как вот предыдущий был подвернут ровненько и тут точно так же ничего страшного сейчас она вот тут совпало а дальше уже идет на расширение дальше опять пойдут уголки оно так и бывает что в некоторых местах не получается делать том месте где было прямо сразу же уголок главное чтобы вот тут все ровненько было посмотрите видите как у меня уже сильно поднялось от основания это потому что у меня цветок больше раскрывается вот я вот не стала сначала здесь закреплять я сразу же пошла здесь сначала теперь вот этот сгиб вот тут у меня немножко видите вылезла больше чем надо да потому что высоковато поднялось можно принципе под пороть и переделать но это у меня на шляпку цветочек а я показываю принципе я пороть не буду немножечко нужно выкинуть но не сильно тут сторону закрепляем вот я вот не стала сначала здесь закреплять я сразу же пошла здесь сначала теперь вот этот сгиб вот тут у меня немножко видите вылезла больше чем надо да потому что высоковато поднялось вот эта шляпка она провели то есть как она не вяжет и пахнет но сейчас я не NA но это у меня не на шляпку цветочек а я показываю в принципе я пороть не буду так немножечко нужно выкинуть но не сильно тут сторону мы закрепляем тянем сколько вы будете кругов делать это зависит от того какую вы хотите розочку хотите большую можете прям крутить крутить и крутить пока она совсем у вас не откроется не будет прям совсем круглая я например очень редко одну розочку делаю я делаю обычно в комплекте две штуки плюс у меня идут еще декоративные элементы листики всякие палочки я потом вам попозже покажу как это все раз вот видите я один круг сделала и у меня опять пошло прямо треугольничек уголочек вот сейчас я буду опять делать у меня опять будет посмотрите тут уголочек опять ну вот у меня розочка практически готова вот как сделать концовку это зависит от того как вам нужна розочка вот например если она только нужно с фронтальной стороны принципе вы можете просто вот так вот подогнуть опять же тут ниточкой закрепить и все если же вашу розочку будут видеть и с тыльной стороны то конечно лучше всего вот этот вот загиб сделать на два раза его аккуратненько тут заживулить и вот просто точно так же закрепить получается вот этот конец ленты закрепить к предыдущему слою и будет вам хорошо так вот посмотрите моя розочка она получается серединка более раскрытая вот я сейчас покажу черная роза серебром тут я сделала серединку более такую плотную это зависит все от того как у вас получается как вы хотите тут в принципе можно было и вначале сделать ее более такую вот плотненькую серединочку она тогда было бы наверное более симпатичная так ну давайте мы сделаем концовочку так пришиваем тоже буквально несколько стежков так я это просто-напросто вот так вот на один раз подворачиваю и закрепляю дальше у меня розочку не будет видно с тыльной стороны у меня с тыльной стороны будет пришита декорация и поэтому я тут принципе что хочу то и делаю все таки самое главное в розе в цвет в цветке это материал из какого вы делаете я как-то попыталась сделать из льняной ткани тоже думаю также порву будет также она у меня бархатиться вышло очень некрасиво во первых она вышла очень тяжелая в смысле вид у нее был такой нелегкий этой розы вот она вот прям вот было мало того что помятая да потому что льняная ткань естественно и на она изначально помятая посмотрите старайтесь так пришивать чтобы не было видно с внешней стороны очень хорошо пришивать где вот идет загиб вот он он мы его прям пальчик засовываем под загиб и вот тут вот где вот этот загиб тут прям можно и закрепить вот например сейчас я покажу вот я закрепляю прям хорошо прям сквозь несколько слоев ну тут у меня черная с черным они тут даже синяя посмотрите видите у меня вот тут пришита но за счет того что у меня это будет под этим загибом у меня видно не будет вот наша розочка получилось тут у нас основание остренькая у некоторых прям сильно остренькое основание получается мне например для шляпок это остренькое основание не надо потому что иначе она будет такая будет сильно выпирать вот посмотрите у меня видите вот тут вот я это основание приплюснула тут тоже приплюснуло основание вот даже ради интереса чтобы посмотрели вот видите вот это у меня остренькое то у меня приплюснутая я вот здесь вот сгибаю если позволяет ткань смотрю где можно согнуть иногда вот когда делаешь все равно она роза в одном месте она бывает более такая богатая да а с другого места она как-то здесь вот например здесь поменьше значит лучше будет если у меня вот этот сгиб пойдет немножко вот на эту сторону значит я вот возьму я вот эту вот сюда вот так сгибаю и вот тут пришиваю можно молоточком отстучать ну вот получилось значит у нас розочка что я делаю дальше чтобы она выглядела не так бедно это розочка вот сейчас покажу на примере вот на примере вот этих вот черных роз вот две у меня розочки посмотрите вне вроде одинаково сделаны одинаковое количество ленты ушло а это у меня получилось более такая открытая наружу все идет а это а это у меня получилось вот эти вот листья они как в тарелочке получилось вот эта серединка в глубину пошла а это наоборот наружу пошла вот так вот интересно вот все таки вроде сколько делаешь делаешь их а все равно они абсолютно разные получаются дальше у нас идет дело за декорации что я делаю вот например у меня будет чисто черная шляпка и чтобы не получилось так на черной шляпки чисто черные розы поэтому я добавила сюда немножечко серебра я сделала вот такие вот листочки это обыкновенная тоже лента атласная я прострочила листик обрезала вывернула и вот здесь вот на машинке отстрочила вот такие прожилочки и чтобы немножечко держала форму не просто плоская была а выпирала я вот тут сделала небольшой защип и за счет этого защипа листик немножечко такой как бы пузатенький получается и он будет объем держать вот три листика у меня будет потом я взяла ленту декоративную вот у меня вот такая вот она двойная вот с краешками просто-напросто обыкновенная лента два раза сложила не обязательно чтобы она у вас двойная была вот покажу на примере вот вот этой вот ленты можно вот так согнуть можно вот так согнуть если лента тоненькая просто возьмите ее вот так вот согните вот иначе у меня вот таких вот тоже три элемента будет присутствовать тоже как к листике смотрятся дальше у меня еще вот такой вот декоративный элемент идет это у меня тоненькая атласная лента ну в смысле не тоненькая не такая широкая я просто взяла сделала два узла просто раз-два завязала сложила пополам ленточку и вот тут застрочила это вот у меня вот такие вот элементы получаются что это такое я не знаю но по крайней мере полностью во всей композиции эти элементы смотрятся очень даже неплохо потом у меня вот вот такой вот элемент декоративный это будет у нас такие палочки торчать это у меня резиночка вот знаете тоненькие тоненькие есть резиночки типа как вот на масках для лица вот я вот так вот закрутила их жгутиком зашила и они вот такими принципе даже когда на цветке я вот так вот еще их закручу и закручу чтобы они не были прямыми чтобы они вот в разные стороны вот такие косенькие были еще покажу я делала для другого цветка для белого вот который вот у меня вот из этой ткани тоже декорацию вот у меня была лента вот такая вот шляпная она видите вот такая вот в полосочку я ее в три раза согнула чтобы она тоненькая была и за счет того что я ее согнула и прострочила она жесткая стала и сделала здесь вот туда один узелок вот если здесь у меня видите сделано два узелка и лента не прошита то здесь у меня один узелок и лента плотная и тоже видите как форму держит что это такое я не знаю но в композиции смотрится очень даже удачно вот тоже видите просто вот обыкновенная лента она по-моему даже хлопчатобумажная видите не блестящие вообще очень красиво когда сочетается структура ткани например вот такое вот атласное блестящие потом вот такое вот какое-то непонятное потом вот значит как вот я сейчас показывала вот например да вот она вот хлопчатобумажная потом вот такое вот прям полупрозрачная и она вместе когда очень будет красиво смотреться и вот это вот все я сначала раскладываю как она будет смотреться где что добавить вот например сейчас посмотрим вот так вот ничего не пришиваю раскладываю сначала вот например здесь два листика тут один например листик значит вот здесь у нас будет 2 так тут значит у нас будет один сюда мы-то допустим один такой сюда тоже можно пустить один тут палочки эти палочки куда-нибудь вот сюда сюда тоже можно пачку вот примерно я теперь знаю как она примерно будет у меня лежать теперь посмотрите тут надо еще знать что к чему пришивать раньше я это все сразу пришивала к цветку сейчас я делаю по-другому сейчас я вот эту вот раскладку сразу же пришиваю вот посмотрите вот у меня от другого цветочка ну постоянно еще сверяю как оно будет я между собой это все по пришивала это для одной стороны это для другой стороны это у меня вообще абсолютно для другого цветка это я делаю цветок с камушками вот это у меня цветочек то есть мк где я делала для летних шляп там тоже был лен или хлопчатобумажная ткань и вот я сделала теперь не для летней ткани не для летней шляпа вот такой для демисезонной между пустила вот такой вот гипюрчик для основы и ничего неплохо получилось и и вот эту для этого цветка я вот так вот делала вот у меня получится как видите сам цветочек один он бы не смотрелся абсолютно он да красивый блестит но что-то непонятное а вот добавляются вот эти вот листики и и все и уже заиграла у меня и вот потом уже к этому основанию также как к розе я уже это все вручную пришью не за последний слой а через несколько слоев вот возьмем например вот это вот я вот этот посмотрела ага вот это должно быть так я вот это все пришиваю к нескольким слоям и смотрю куда я это пришиваю вот посмотрите там где у меня получаются вот эти вот защипы вот они они вернее вот складочки видите я пальчик просовываю в эту складочку и прям вот сквозь листик сквозь несколько слоев не к самой серединке и не к самому краю а где-то посередине между вот этой вот серединке и между краем где-то вот здесь вот я вот это все закрепляю пришиваю вот пришила вот тут вот прям пришиваю хорошо пришиваю и видно шов не будет потому что он находиться будет вот в этой вот складке потом перехожу сюда вот ищу вот у меня вторым слоем еще получается складочка дальше вот тут вот пришиваю вот дошила я до конца вот этой складки ищу где у меня там дальше вот у меня складка и вот это все у меня пришивается так у меня пришивается один цветочек у меня пришивается потом другой например цветочек вот раз вот два и потом уже когда они готовы я уже смотрю ага насколько они должны у меня быть друг другу близко я беру вот эти вот лепестки так вот шахматном порядке раз два раз два раз два чтобы они как бы один в один видите потому что есть они будут на большом вот на таком расстоянии они будут немножечко мотыляться а так они закрепятся между собой и будут сидеть надежно его сначала пришиваю вот с этой стороны со стороны тыла где-нибудь можно здесь тоже закрепить и вот так вот меня это все будет пришита потом когда вот это все будет готова я вот сюда пущу или искусственный фетр или у меня сейчас покажу есть просто вот такая вот шерстяная ткань так это у меня будет черная шерстяная ткань посаженная на флизелинчик я по форме обрезаю сейчас покажу на другом цветочки вот по форме обрезаю где у меня это все пришита за пришиваю уже аккуратненько по кругу закрываю все кишочки и начать и делаю из этого брошку принципе кому не надо делать брошку тому достаточно просто вот это пришить и уже к определенному там к шляпке легче ну с брошкой конечно удобнее так все листики я пришила забыла сказать что когда вы пришиваете вот эти вот листики не находите вот на эту серединку если у вас получились они большие лучше обрежьте лишние листики вот здесь чтобы вот это вот попка она оставалась такая как есть если вы еще добавите листики сюда наложите во первых будет вам тяжело пришивать и во вторых вот это вот тогда она будет еще более выпуклая а вам этого не надо вы как раз вот сюда вот пришьете и у вас вот это вот дело все сравняется вот посмотрите вот я пришила вот если вот на этом цветочке у меня прям пришивалась хорошо у меня прям 2 3 ряд прям вот эти вот образовывались вот эти складки туннельчики вот здесь вот посмотрите начиная вот 3 пошел прям половина прошила вот здесь вот ко второму вот я пришила посмотрите как если я сейчас оттянул видите у меня не оттягивается до середины вот у меня серединка вот вот эти вот листики я вот пришила вот к этому третьему ряду здесь я пришила ко второму ряду и видите они у меня примут тени они у меня не откроются тут все у меня удачно получилось на этом цветке у меня прям не было тут ни третьего ни четвертого только пятый ряд пошел вот уже где этот серебряный цветочек вот он у меня как то так получилось неудачно что везде у меня идут вот эти вот полосочки где нету вот этого туннельчика мне пришлось аж вот сюда вот пришивать это получается 1 2 3 4 5 ряд от края самое главное что когда вы пришиваете вы поделите примерно половина вот серединка вот край и примерно по серединке пришиваете если вы будете дальше пришивать то естественно у вас вот это вот даже 5 вот этот ряд он натянется и будет некрасиво смотреться а так он все равно остается свободным вот он у меня пришит и закрепленный но он у меня все равно свободный вот тоже все крепенько все сидит хорошо так теперь я буду соединять ой убежала вот примерно вот так вот она будет у меня смотреться теперь я вот тут вот зашиваю это все дело потом смотрю может где-то вот эти вот листики между собой попробую где-то закрепить и потом уже буду пришивать закрывать наши вот эти кишочки так вот цветочки я соединила с тыльной части и закрепила еще вот здесь вот посерединке чтобы они вот не раскрылись до конца нашла вот здесь вот один туннельчик такой засунула пальчик и вот здесь вот прям как следует закрепила все теперь я вырезала из шерстяной ткани можно говорю искусственный фетр взять и по краю уже не надо через несколько слоев это прям буквально цепляя прям по чуть-чуть первый слой пришиваю это все я когда буду пришивать я еще делаю небольшую натяжку этой ткани чтобы у меня немножко цветы были вот так вот ну как не по прямой они у меня были они же у меня будут на голове на круглой форме и поэтому чтобы они у меня немножко так вот заворачивались сейчас пришлю и пришлю тут же вот в этих местах по краешку получается с края от серединки вот здесь и здесь пришлю булавочки ну вот наши розочки готовы вот что у нас с тыльной стороны получилось две булавки они пришиты вот по краям но и их видно не будет потому что эти листики имеют небольшой такое получается выпуклость и поэтому закрыты вот эти булавочки их видно не будет абсолютно видите она нигде ничего не расходится все у нас крепенько все нигде ничего у нас не вылазит стирать конечно это дело нельзя потому что не из-за того что он порвется а из-за того что потом позже вы не сможете придать форму этим розам у меня как-то один раз белые розы упали я попробовала их постирать и пришлось их конечно их выкинуть потому что они стали плоские невозможно было придать им правильную форму и было конечно очень жалко вот такие вот значит розочки сейчас сразу же попробую белые сделать и покажу вам еще и беленькие вернее не белые они а такого молочного цвета вот из ткани показывают цветочек я его сделала более плоским потому что эта ткань она немножечко сыпется даже можно сказать не немножечко прям хорошо сыпется и чтобы не цеплялась ни за что я сделала цветок плоским вот посмотрите видите нету вот этого вот объема вот тыльная часть тоже на шляпке будет хорошо смотреться потому что шляпочка она такая тоже молочного такого цвета кремова вот и видите тут тоже разная идет структура ткани тут идет и вот такая прозрачная блестящая и с рисунком каким-то и полосочки и матовые короче все тут и все присутствует и за счет того что она все от разное немножечко будет хорошо смотреться на шляпке а 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 и а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok